Коллеги, здравствуйте все, кто сейчас присутствует на нашей конференции. Сегодня хотелось бы поговорить о тех изменениях, которые у нас происходят в наших архитектурах данных. И действительно, такие глобальные изменения, которые нас заставляют думать о том, как нам нужно теперь управлять данными немножко по-другому. Немножко истории расскажу про себя, про кто я такой, кем являюсь. Я порядка 30 лет работаю с данными, всю свою жизнь фактически сознательно. Работал в научной сфере какое-то время, в начале 2000-х годов переехал в Финляндию, я работал в компании Nokia, если вы такую помните еще, да, очень хорошие телефоны мобильные делали в свое время. В то время Nokia была чем-то похожим на нынешний Google или Apple, очень передовая компания. Я там занимался тем, что руководил и развивал платформу по интеграции данных корпорации Nokia. Все данные, которые внутри компании перемещались, они перемещались с помощью нашей платформы. Потом я работал в Deutsche Bank, примерно в том же профиле, тоже развивал платформу интеграции данных в Deutsche. В общем, в какое-то время понял, что мне более интересно все-таки такая консалтинговая жизнь и работаю в компаниях, которые тоже полностью только занимаются данными, такие как Теродат, Информатика, но люди, которые с данными работают, они эти названия наверняка слышали, они знали, что это такое. Вот с компанией Информатика в России я, собственно говоря, открывал прямое представительство Информатики в России, мы достаточно успешно работали. В какое-то время меня Информатика решила перевести потом внутри компании в регион Ближнего Востока. Я 7 лет назад переехал в Дубай, вот с тех пор здесь живу. Занимался тоже тем, что проповедовал, можно так сказать, правильные концепции управления данными. И вот 2 года назад я встречал здесь в Дубае профессора Анхель Винья. Это человек, который является основателем, руководителем компании DINODO. DINODO это компания, которая, в принципе, исключительно занимается тем, что развивает идею управления данными в виртуальном виде, без перемещения данных в какой-то единый репозиторий. И вот то, что мы сейчас видим, мне очень понравилась эта идея. Я буквально после получаса разговора я решил, что мне интересно присоединиться к компании DINODO, быть ее частью. И вот эти идеи управления данными в виртуальном, в таком логическом виде, как бы развивать в компании. У меня сейчас должность называется главный евангелист в компании DINODO. DINODO, в принципе, крупная компания, достаточно. Мы являемся лидерами в Гартнере, Форестере, среди инструментов по управлению данными. И, пожалуй, единственной компанией, которая действительно предлагает платформу по управлению данными в виртуальном виде. Вот, собственно, об этом и хотелось поговорить, о том, какие сейчас изменения происходят в ландшафте нашем, в ландшафте данных. И те архитектуры, которые появляются на этом фоне, в частности, архитектура Data Mesh, такая достаточно популярная сейчас. С этого хотел бы начать свою презентацию. Надеюсь, будет интересно. Если какие-то вопросы есть, задавайте, пожалуйста. Я думаю, что вопросы будут. Вот технологии достаточно такие интересные. Они как бы не то, что опровергают, они, скорее, дополняют то, что мы годами делали, то, что незабвенные господа, типа Билл Инман, и Рофф Кимбал, Дэн Линст, все, что они сделали для науки по управлению данными, вот эти идеи, они сейчас получают свое развитие. Эти архитектуры, которые мы сейчас видим, в частности, Data Mesh, она является следствием тех изменений, которые происходят в ландшафте наших по управлению данными. И хотелось бы начать, наверное, свою презентацию с такой вот цитаты товарища Альберта Эйнштейна, который как-то сказал, что нельзя решить проблему теми же средствами, которыми мы ее создали. Вот мы уже, наверное, на протяжении последних 20-25 лет говорим о том, что у нас есть проблема так называемых Data Silence. Данные сидят в каких-то у нас разрозненных, скажем так, огороженных местах. И чтобы нам правильно управлять нашими данными, чтобы нам правильно какие-то решать проблемы и задачи, которые перед нами сейчас ставит бизнес, а в частности, там, задачи по предъективной, прескриптивной аналитике по искусственному интеллекту, нам нужно все данные иметь в одном месте. Вот эта проблема, вот Data Silence, мы про нее говорим там уже очень долго, пытаемся ее решать. И то, как мы ее решили, мы действительно создали просто новые проблемы того же свойства. Давайте вот сейчас, возможно, несколько шагов назад сделаем и поговорим о том, как мы управляли данными, какие сейчас перед нами задачи ставятся, какие изменения происходят. И вот хотелось бы начать с того, что была всегда такая идея, что чтобы данными управлять, ими нужно их собрать в единое что-то. Сначала мы говорили, что необходимо собрать данные в единое хранилище данных. Когда я первое хранилище свое начинал строить, и там еще в начале 2000-х в Nokia опять же в той же... Вот такая идея была. Давайте все данные сейчас, которые у нас имеются, мы их возьмем, сложим в хранилище, и вот тогда мы сможем эти данные предоставить для того, чтобы мы могли строить отчетность, правильную аналитику. Была такая парадигма Data Gravity. То есть набор данных большой, он притягивает к себе более мелкий набор данных, начинает расти, 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 и в итоге становится таким супер-хранилищем. Через какое-то время технология поменялась, но идея Data Gravity осталась. Мы стали говорить, а давайте теперь все данные переместим в единое озеро. Данные перестали помещаться в хранилище, их стало много, у нас росли объемы, росли скорости обработки, росли вариативность данных. Мы начали говорить о больших данных, о ходу. Тоже пошла такая волна, что давайте все данные, в том числе из хранилища, перенесем в озеро данных. Будем там ими всеми управлять. Как результат этой парадигмы Data Gravity, любая крупная средняя организация имеет несколько хранилищ данных и несколько озер данных, которые находятся в одном дата-центре, занимаются разными вещами, но хранилища не исчезли, озера появились. Сейчас мы слышим, что давайте мы теперь все наши данные перенесем в одно единственное облако данных. И вот тогда вообще все будет классно. Тогда мы сможем точно управлять данными правильно, предоставлять данные для бизнеса в том виде, в котором нужно, и всем будет счастье. Как результат, опять же, вот эти движения в парадигме Data Gravity, оно приводит к тому, что на самом деле реальность такая, что у нас появляется такое Data Anti Gravity. Вот это то, что сейчас происходит с данными. Данные у нас находятся в различных хранилищах, в различных озерах. Какие-то данные начинают уезжать в облако. Данные на самом деле не стремятся к тому, чтобы сидеть в одном месте. Они наоборот разлетаются по различным репозиториям. Они хотят жить там, где им удобно. Аналитические данные в озерах, операционные данные в хранилищах. В облако какие-то данные уезжают. Ну, понятно, что есть очень много ограничений на это. В разных странах мира, это не только в России, это характерно для любых стран. Какие-то данные просто по закону нельзя перемещать в облако. Какие-то данные внутри компании. Есть свои правила, которые запрещают выкладывать, запрещают хранить за пределами фаерволлов. Вот сейчас архитектуры, которые мы видим, они становятся примерно такими. У нас данные находятся в совершенно разных местах, в совершенно разных технологиях. Ими владеют совершенно разные люди. И при этом нам как-то нужно этими данными управлять. А чтобы их ими управлять, их нужно все-таки в каком-то виде иметь в одном месте. Перекладывать все данные в одно какое-то новое супер-хранилище тоже не представляется возможным более. Во-первых, нет таких технологий на данный момент, которые бы вместили в себя все форматы данных. Объемы данных огромные. Время, которое мы тратим на их перемещение, занимает очень много времени перемещать данные. Перемещать данные физически в новое какое-то супер-хранилище, эта идея нереализуема на данный момент. Давайте просто вспомним, как мы действительно управляли данными в парадигме DataGravity. Мы подключались к различным источникам данных, к операционным системам всевозможным. Скорее всего, в режиме ночного какого-то окошка SLA мы данные эти копировали в нашу стейджинговую область, если мы говорим про хранилище. Если это про озеро данных, то мы перемещаем данные в RAW DataZone, складываем данные, копируем физически, то есть создаем копию реальную данных, как есть, далее начинаем с ними какие-то операции производить. Если опять же про хранилище, мы начинаем эти данные складывать в корневое ядро нашего хранилища, чтобы нам моделировать бизнес, как завещали наши учителя, там, да, Билл Инман и Роб Кимбалл. Вот есть различные методологии, фреймворки, как правильно строить хранилище данных. И вот все они именно об этом. Нужно данные скопировать, положить в сырую область, потом преобразовать каким-то образом. Если опять же мы про озеро данных, то мы данные каким-то образом очищаем, обогащаем, складываем их там в CuratedZone, еще в какую-то зону. Потом у нас появляется еще одна область, куда мы тоже данные опять же копируем, делаем витрины данных или там BusinessZone в нашем DataLake. И вот только пройдя все эти шаги, мы после этого, появляется возможность подключиться к данным, инструментами отчетности, аналитики, искусственного интеллекта и так далее. И каким-то образом эти данные использовать. Для чего мы это делали, понятно, почему все эти появлялись в фреймворке от того же Инмана и Кимбала. Нам нужно было развязать наших потребителей данных и источники данных. Обеспечить такую гибкую сцепку. Концепция была такая soft coupling. Вот, собственно, мы этим и занимались. Мы обеспечивали гибкую сцепку, что данные витрины должны лежать в том виде, который они удобны для инструментов отчетности, аналитики. Они не связаны напрямую с источниками. Источники могут работать себе спокойно далее. Однако, те отрицательные моменты, которые здесь появлялись, тоже они всегда были как бы ясны. Нам необходимо было делать 4-5 копий минимум, а то и 10. Например, в Deutsche Bank я видел там 12 копий одних и тех же данных создавалось с различными целями. В том числе с целью, чтобы на этих данных можно было отчетность, аналитику делать. Не то, чтобы там сейчас очень дорогие диски. Это вопрос именно хранения данных. он не так дорого обходит с организацией. Хотя, если мы говорим о том, что эти копии создаются в каких-то там проприетарных системах, типа MPP, Тородата, еще чего-то, там очень дорогие диски все равно. Но здесь даже вопрос не в этом. Плохо то, что когда мы создаем копии данных, мы, во-первых, нарываемся сразу на риски незащищенности этих данных. Наши данные защищены настолько, насколько защищена самая незащищенная копия. Вот мы создали одну копию, у нас все хорошо, все здорово, но если девять копий защищены классно, а десятая копия у нас находится где-нибудь в какой-нибудь там непродуктивной среде, никто не занимается безопасностью этих данных, можно получить большие проблемы с точки зрения безопасности. Вторая проблема, что когда мы плодим эти копии данных, да, реплики мы, опять же возникает риск неконсистентности этих данных. Вот у нас какой-то там и тель, какой-то джоб отработал неправильно или не отработал совсем, у нас финансовая витрина данных, она имеет одни цифры, а маркетинговые другие. В этом тоже заключается большая проблема. Чем больше копий данных, тем больше риск того, что данные будут неконсистентны внутри этих копий. Вторая проблема, то, что вот на эти все перегрузки физические из точки А в точку Б у нас в среднем уходит там 5-6 часов на это дело и мы всегда работаем с данными, которые не очень свежие. Данные у нас в T-1, там D-1-1, как угодно можно называть. В лучшем случае мы можем работать, анализировать данные из вчерашнего дня. Давайте посмотрим, какие сейчас действительно требования, какие поменялись, потому что действительно меняется полностью. Мы в очень интересное время живем сейчас. У нас данные такое, топливо для экономики, топливо для цифрового преобразования, цифровой трансформации. У нас локации меняются для данных, у нас данные находятся везде. Они не только лежат в нашем единственном дейта-центре, который наш такой любимый, близкий, дорогой. Они могут быть и в других компаниях, дейта-центры могут быть по всему миру разбросаны, какие-то облачные решения приходят. Мы приходим к гибридной локации. Обработка данных у нас, опять же, перемещается, опять же, исходя из требований бизнеса, из пакетной обработки по ночам нам необходимо предоставить обработку данных в реальном времени. Вот чем ближе к реальному времени мы приближаемся, тем это лучше для бизнеса. Доступ к данным тоже из такого точечного, он становится централизованным. все больше и больше требований к тому, чтобы доступ к данным управлялся в каком-то одной парадигме, одной ролевой модели, общей для всей организации, где можно было бы контролировать, кто видит, какие данные, кто не видит. Модель данных у нас из жесткой такой схемы на запись, которая была там в хранилищную эпоху, она становится тоже гибкой. Нам сейчас нужно данными управлять, и модели у нас скорее у нас получается модель на чтение, модель на запрос. Нужно отходить от такой жесткой модели, потому что она не удовлетворяет опять же все наши требования. И самое главное тоже интересный вопрос, у нас структура данных начинает тоже отходить от жесткой реальному модели. Если там 20 лет назад мы когда строили хранилищие данных, у нас источники были либо реальному либо это были какие-то файлы, там коммерс сепарейтед, у нас были два основных типа источника. Сейчас наши данные они находятся в такой полиглотной среде, у нас появляется целый спектр решений, которые управляют данными, конкретными случаями управления данными. Все это в общем и целом называется таким словом ноу-сиквел, объединяющим в себе совершенно различные технологии. Это могут быть и документные базы данных, где очень хорошо хранятся документы, которые не мутабельные, которые там не апдейтятся, с ними классно работать. Это могут быть графовые базы данных, где данные лежат в структурированном виде, но не революционно структурированном. ки-вэлью пэр, чтобы данные с датчиков нам записывать, другие технологии, ин-мемори, всяческие базы данных. Очень много появляется различных инструментов и технологий, которые позволяют работать с данными в таком узком подходе в конкретном случае. И оказывается, что данным им хорошо живется именно в той среде, которая приспособлена для их обработки. Графовые данные можно, конечно, втиснуть в революционную модель, или какие-то полуструктурированные данные можно тоже хранить в ходу, обрабатывать их. Однако есть такое понимание, что нам необходима полиглотная консистенция данных. Вот такой термин есть с полиглотом с персистенс, который говорит о том, что данные должны находиться в тех средах, которые удобны и предназначены для их обработки. Вот с этим всем нам сейчас приходится сталкиваться, и наш бизнес, он действительно нас подталкивает к тому, они все движутся по пути цифровой трансформации, а цифровая трансформация более-менее означает то, что нам необходимо использовать все больше и больше предиктивные и прескриптивные модели аналитики в реальном времени, тренировать модели искусственного интеллекта, для этого, для всего нужны данные, и данные не просто какие-то, а все данные, причем желательно в реальном времени. И при этом IT-организации зачастую остаются в парадигме вот этой Data Gravity, давайте соберем все данные сейчас в одно какое-то большое универсальное хранилище, и потом все получат к ним доступ, мы будем управлять, а данные не хотят этого делать, они разбегаются, они разбегаются по множеству хранилищ релизионных, озерам данных, облакам, устройствам граничных вычислений, данные везде, собрать их все воедино, уже становится такой неподъемной, непосильной задачей. То есть, нам нужно на данный момент обеспечить мгновенный доступ ко всем данным, которые у нас есть, как внутри компании, так и за пределами, и при этом не перемещать их физически. идея, собственно говоря, от виртуализации данных и всех архитектур, которые сейчас появляются, таких как Data Mesh, Logical Data Fabric, многообличная гибридная архитектура, в том и заключается, что данные нужно нам предоставлять для бизнеса и для потребителей в такой модели, как работают сейчас компании, типа Netflix, Oka, Иви, нам не важно, где хранится этот фильм, на каком сервере и в каком государстве даже он лежит. Нам не нужно его копировать к себе на компьютер, на телевизор, на флешку, чтобы его посмотреть. Мы должны иметь возможность зайти в какое-то место, нажать какую-то кнопочку и посмотреть этот фильм. То же самое нужно обеспечить для работы с данными. все наборы данных должны быть доступны в одном месте без того, чтобы их перемещать куда-то физически. Как работает виртуализация данных? Примерно, если посмотрите на экран, она работает не слева направо, а справа налево. Когда приходит запрос от потребителя, от проекта, организации, человека, которому данные нужны на данный момент для самых разных целей. как и простая отчетность, так и тренировка моделей искусственного интеллекта, так и проекты по монетизации данных, демократизации данных. В тот момент, когда приходит запрос, данные в реальном времени собираются в ту структуру, в ту модель, которая удобна для потребления. Это может быть и третья нормальная форма, и звезда, там снежинка, все, что мы хотим. Это могут быть домены данных, которые отражают такой в 360 градусов состояние клиентов, продуктов, еще чего-то. Это могут быть сырые данные, опять же, для наших дейта-сайентистов, которые тренируют свои модели. В любом виде, в любой структуре, в виртуальном виде данные могут быть собраны из любых источников и предоставлены для потребления. При этом у нас отсутствует такая ненужная репликация. у нас данные не копируются физически, и это ведет к тому, что у нас данные практически отображают реальное состояние источников данных, и таким образом мы именно и можем приблизиться к тому, чтобы нашему бизнесу предоставить все данные в одном месте и более-менее в реальном времени. Если на это посмотреть архитектурно, то у нас имеются все те места, где данные хранятся, где они находятся, это могут и операционные системы, хранилище данных, MPP, всевозможные системы, аналитические данные в различных ноосиквальных репозиториях, в Hadoop, потоковые данные, стриминговые, в Кавке, в очередях сообщений и так далее. И у нас есть потребители данных с правой стороны, которые хотят эти данные получать как сервис. платформа именно виртуализации данных, она и находится между потребителями и источниками данных, предоставляя централизованный универсальный слой, который данные может предоставить как внутри организации, так и за ее пределами, в виде сервисов данных, в том виде, в котором они удобны для потребления, виртуальные витрины данных, домены данных, сырые данные. Здесь же очень хорошо на этом уровне обеспечивается и строится вот та самая ролевая модель доступа, которая может быть определена для всей организации, кто может видеть какие данные, кто не может видеть какие данные, какие-то данные возможно должны быть замаскированы в динамическом режиме, то есть на экране будет показываться часть данных, другая часть будет забита звездочками, крестиками, еще чем-то. Этот подход именно и позволяет нам предоставить все данные в одном месте для любых проектов, которым данные необходимы. Давайте просто посмотрим сейчас поглубже, собственно говоря, перейдем к архитектурам Data Mesh, логической ткани данных и так далее. Это вот три таких современных тренда, которые мы сейчас видим, которые набирают популярность во всем мире, в том числе и в России. Мы видим успешное уже внедрение вот таких моделей, которые и реализуют идею управления данных в логическом виде, виртуальном виде. Третья концепция, о которой хотелось бы сегодня поговорить, это, собственно говоря, Data Mesh, Virtual Data Fabric и многооблачная архитектура, которая, возможно, в России еще не так сейчас популярна, но в мире мы уже видим, что это становится таким трендом. Данные, разнесенные по различным локациям физически, различным провайдерам облачным, в том числе данные, которые остаются, часть них остается у нас в периметре. Вот этим всем нужно управлять. Платформой для реализации всех этих проектов в любом случае зачастую выступает идея виртуализации данных, потому что это идея, которая позволяет нам реализовать современные архитектуры, современные концепции. Давайте начнем с Data Mesh, поговорим о том, что такое Data Mesh, как эта архитектура работает. Вот определение такое с компанией Forbes я взял, Data Mesh, она позволяет данным оставаться распределенными и контролируемыми, самое главное, различными организациями, но при этом доступными и централизованными. Идея Data Mesh, она скорее подходит к данным, распределенным с точки зрения владения этими данными. Не так давно она появилась, есть такая интересная женщина, ее зовут Жемак Дагани, она, собственно, автор этой концепции и продвигает ее, она работает в компании ThoughtWorks. Я с ними общался, очень интересно, у нас были с ними беседы и действительно мы есть такое понимание, что именно архитектура Data Mesh, она очень хорошо реализуется на концепции виртуализации данных. О чем вообще Data Mesh? Data Mesh говорит о том, что владение данными должно оставаться там, где эти данные появились. Давайте прокликаю сейчас быстренько вот эти все слайды. Извините. Концепция Data Mesh оперирует таким понятием, как домен, домен данных. Если наш финансовый департамент генерит какие-то финансовые данные, он должен эти данные предоставляет другим департаментам в организации, возможно, и за пределами организации в качестве продукта. Концепция Data Mesh опять же подразумевает, что наш отдел по управлению данными, он становится не каким-то централизованным, где сидят айтишники, только управляют хранилищем, дейталейком, еще чем-то. Отдел по управлению данными становится распределенным в том числе. Нам необходимо иметь человека, который бы отвечал за данные в каждом департаменте, в каждом том месте, где данные генерятся, будь то финансовый департамент, маркетинг, отдел кадров, еще что-то. Там, где есть какие-то системы, которые генерят данные необходимые другим, должен быть человек, который является членом команды по управлению данными, этот человек отвечает за то, что он эти данные будет выставлять наружу своего департамента в четко определенном виде. Он будет отвечать за качество этих данных, он будет отвечать за то, что эти данные консистентны, полноценны, чисты, и эти данные будут использоваться другими частями организации в виде такого, если хотите, данные как сервис, данные как продукт, данные как микросервисная архитектура в программировании очень сейчас популярны, когда там неважно на каком языке ты пишешь, главное, чтобы твой код был доступен другим частям большого такого приложения в каком-то унифицированном виде. Вот тут идея точно такая же, чтобы данные были доступны другим частям организации в унифицированном виде, в виде сервиса, в виде продукта. Домены данных могут из себя представлять, как такие традиционные вещи, клиент, продукт, локация, еще что-то. Так и довольно сложные понятия, которые там в каждом своем бизнесе по-разному определяются. Главная идея в том, что эти данные должны быть доступны для всех, в едином месте к ним предоставляется универсальный доступ, они виртуальным образом объединяются далее в единое такое логическое хранилище данных или логическую систему по управлению мастер-данными, логическое озеро данных, логический лайкхаус, все что угодно. Все, кому нужны данные, приходят в одно место и получают универсальный доступ к этим доменам данных, там же обеспечивается унификация, абстрагирование от тех систем, в которых данные хранятся, от тех технологий, от различных диалектов языка SQL, где бы данные не лежали, в какой бы базе данных, озере данных, где-то еще, там, где они генерятся, остаются владения этими данными, то есть финансовый департамент продолжает владеть своими данными, он просто предоставляет их другим людям в качестве такого продукта, вот их продукт, это в том числе данные. здесь, конечно, необходима такая очень мощная поддержка бизнеса, чтобы подобную архитектуру внедрять, но те компании, которые смогли это сделать, которые внедрили действительно такую полноценную архитектуру Data Mesh, они получают очень большие преимущества, у них ускоряются те самые бизнес-процессы, которые требуют данных, процессы, которые требуют именно получать все данные в реальном времени, это и тренировка различных моделей искусственного интеллекта, которые потом встраиваются в бизнес-процессы, это и предиктивная, прескриптивная аналитика, это и различная монетизация данных, намного легче, намного быстрее все эти задачи решаются, ну и компания, соответственно, получает конкурентное преимущество на рынке, получает возможность обгонять своих конкурентов, выживать и использовать действительно данные для цифровой трансформации. Давайте перейдем от Data Mesh к архитектуре, которая очень сходна с Data Mesh, она называется Logical Data Fabric, тоже сейчас очень популярна на слуху, Гартнер, например, выпустил такое исследование, там 20 технологических трендов на следующий год, так вот, Data Fabric стоит там на первом месте в этом исследовании, они говорят, что это именно то, как нам необходимо сейчас смотреть на данные, если говоря о Data Mesh, мы говорили все-таки о данных скорее с такой точки зрения владения данными, что владение должно оставаться там, где данные разделить. Logical Data Fabric говорит о том, что данные, разрозненные в том числе технологически и исторически, они тоже, ими тоже управляют лучше в виртуальном виде, вот как вы видите на экране, вот цитата из Data Warehousing Institute, такая очень уважаемая организация по управлению данными, говорит о том, что архитектура вот сама Data Fabric разработана для бесшовного управления разрозненными историческими актуальными данными, позволяет построить такой унифицированный слой без физического перемещения данных в какое-то еще там новое сверххранилище, которое еще не придумали, собственно говоря. Если мы посмотрим на архитектуру, она очень похожа на архитектуру Data Mesh, однако здесь мы говорим все-таки, что данные мы объединяем не с точки зрения владения, то есть владение может быть где угодно, у нас тут скорее технология является таким драйвером нашим, которая нам не позволяет в общем-то данные собрать в одно единое физическое суперхранилище, данные находятся в совершенно разных технологиях, это могут быть экс-сервиские таблицы, это могут быть революционные базы данных, озера данных, данные, которые приходят от датчиков различных там веб-блогов, клик-стримов и так далее, и опять же все эти данные нужны потребителям. Вот Logical Data Fabric, она абстрагирует потребителей скорее с точки зрения технологии, то есть неважно где данные лежат, это в Облаке или в Хадупе или там в Орокле или в Арена Дате, все данные доступны опять же в универсальном виде, унифицированном виде опять же сервисов данных, опять же на этом уровне очень хорошо можно разрабатывать и имплементировать модели по управлению ролевым доступом, и ко всем этим данным предоставляется такой полиглотный тоже универсальный доступ для потребителей, как через традиционный интерфейс HDBC, чтобы можно было написать там select звездочка from, так и через интерфейсы, через API, через веб-сервисы, через там GraphQL для графа данных о дейта. На этом же уровне осуществляется каталогизация данных, то есть такой каталог данных самообслуживания, куда любой пользователь может зайти и посмотреть, какие наборы данных вообще есть и подключены к этой платформе, там производится категоризация этих данных, их можно сложить в какие-то категории, там чувствительные данные, секретные, проверенные, непроверенные, навесить какие-то теги на них, какие-то дать определения, свои там description, посмотреть lineage, как данные двигаются от источника потребителя. Вот все это и реализуется при помощи архитектуры, которая называется Logical Data Fabric. И тоже эта архитектура она базируется на идее виртуализации данных, на идее управления данными в едином месте без, однако, физического перемещения данных куда бы то ни было. Хотелось бы еще два слова сказать про такие многооблачные архитектуры, мультиклаудные, которые тоже сейчас набирают огромную популярность. Ну, тоже Форестер говорит, что дайте директора начинают все чаще сталкиваться с гибридной облачной архитектурой. как бы там ни было, несмотря на всю боязнь этого путешествия в облако, это, скорее всего, неизбежно. Облачные технологии, они позволяют экономить время и деньги компаниям. Мы к этому придем рано или поздно. Однако, тоже совершенно понятно на данный момент, что никогда все данные не будут находиться в одном облаке, ни в какой компании. если мы посмотрим на эту гибридную гибридную архитектуру, вот этот Hybrid Mesh, она и разумевает, что данные находятся в различных облачных репозиториях, как таких, возможно, мировых лидеров, как Amazon, Azure, Google, Alibaba, Яндекс, там, не знаю, Сберклауд. Рано или поздно у нас данные начнут туда уезжать, если уже не уехали. И, как мы видим тоже на примере крупных компаний, компании очень не любят себя ограничивать каким-то одним облачным провайдером. Совершенно естественным образом появляются архитектуры, в которых данные хранятся в различных облаках, при этом часть данных все равно остается внутри компании. Либо из соображений безопасности, либо из соображений законов, которые принимаются в государстве. Очень простой пример. Смотрите, аэрофлот летает из Москвы в Пекин, и вот ему нужно хранить где-то данные о клиентах, о пассажирах. В России есть закон, что данные о российских гражданах должны храниться внутри наших границ российских, в нашем дейта-центре. В Китае есть закон, что данные о китайских гражданах должны точно также храниться на территории Китая. Вот как авиакомпании при этом управлять данными? Мы сталкиваемся с тем, что данные начинают быть разрознены географически. Они по той или иной причине у нас находятся в совершенно разных дейта-центрах, в разных странах, в разных городах. Опять же, нам необходимо как-то эти данные собирать вместе, чтобы ими управлять, чтобы предоставлять эти данные как для аналитики отчетности, так и для других задач, которые сейчас перед нами бизнес ставят. Архитектура такого многооблачного, гибридного ткани данных, она опять же базируется на концепции виртуализации данных, что данными можно и нужно управлять без физического их перемещения в единое какое-то хранилище, суперозеро, еще что-то. Нам нужно научиться отходить от этой концепции и переходить к тому, чтобы данными управлять там, где они есть, не перемещать их при помощи различных ИТ или ИЛТ процессов, еще чем-то, не копировать их снова, снова и снова, а управлять ими там, где они находятся. С точки зрения географии, с точки зрения технологии, с точки зрения владениями этими данными, эти три вот таких антигравитационных силы, если хотите, они нам не дают больше все данные собирать в единое хранилище, озеро, облако и т.д. Коллеги, пример внедрения, могу просто привести, очень интересную архитектуру, мы построили вот такая компания есть большая, называется BHP, это мировой лидер в области металлургии, добычи нефти, именно такая задача перед ними и стояла. Все данные необходимо было предоставить, собрать в одном месте, они у себя в компании создали такое очень большое целое управление дейта-сайентистов, которые тренируют модели потом тому, как лучше логистику всего этого дела производить, потому как предъективное обслуживание, делать оборудование, им нужны были данные из всех различных дата-центров, разбросанных по всему миру, разрозненных, и им стало понятно, что собирать данные в одном месте физически снова не получается. Они построили вот такую одноуровневую ткань данных, как мы называем это, Data Mesh, Logical Data Fabric, которая объединяет данные, которые находятся в совершенно разных локациях, находятся в совершенно разных технологиях, там и традиционные, и реляционные данные имеются, и данные просто в виде документов, данные в озерах, куда собираются, различные аналитические данные. Технология виртуализации данных позволяет им все это видеть в едином месте, где бы человек ни находился, в каком бы месте данные ни лежали, кто бы ими ни владел, позволяет эти данные использовать для тех задач, которые ставятся перед нами бизнесом сегодня, и использовать их максимально в режиме, максимально привлеченном к реальному времени. То, как данные собственно говоря, и находятся у нас в наших источниках. Вот, коллеги, наверное, на этом я свое выступление закончу, надеюсь, было интересно, надеюсь, возникнут какие-то вопросы, и я готов на них ответить. У нас платформа нам позволяет эти вопросы задавать, на них отвечать. Захар, да, я вижу, ты вернулся. Да, все верно. Спасибо вам большое за вашу презентацию. Спасибо. Спасибо всем. Вопросов действительно накопилось, тут достаточно много. Один из самых поддерживаемых, это очень интересный технологический стэк для решения таких задач. Просят рассказать чуть подробнее. Технологический стэк, еще раз, можно вопрос повторить, Захар? Очень интересный технологический стэк для решения таких задач. Расскажите чуть подробнее. Смотрите, именно платформа виртуализации данных, она совершенно нетребовательна каким-то разворачивается на любой там виртуальной машине либо физическом сервере, который работает на Windows и Linux. Далее производится подключение практически к любой технологии, которая позволяет данные забирать. Если это реляционные какие-то источники данных, ну типа Oracle, Microsoft SQL и так далее, это скорее всего будет интерфейс GDBC или ODBC, через который можно обратиться и данные выгрузить в виртуальном виде без перемещения физически. Если это какие-то приложения, либо это облачные приложения, ну типа Salesforce или это SAP, например, скорее всего к ним имеется возможность получить доступ к данным через API, через запрос через веб-сервисы. Если это какие-то но-сиквельные базы данных, там MongoDB, у нас есть специальные коннекторы, которые позволяют тоже получить доступ. Если это Kafka, очередь сообщений, тоже есть специальные коннекторы. Вот эта платформа наша, она подключается ко всем местам, где вообще данные есть в каком-то небо виде. Мы умеем разговаривать на любых диалектах сиквела, на любых не-сиквельных диалектов в том числе. И данные в виртуальном виде забираются из источников, они могут комбинироваться на стороне платформы виртуализации данных. Все те операции, которые мы выполняли исторически с данными, джойны, агрегации, фильтрации, группировки и так далее, все это возможно делать. И в итоге данные предоставляются потребителям в том виде, в котором это удобно для потребителя. либо это реляционная модель, либо сырые данные, либо доменов данных. В любом виде можно их сложить и предоставить для потребления. Вот как-то так, наверное, про технологический стек, если говорить. Что насчет нагрузки на источники данных? Абсолютно такой вопрос, который первым обычно задается. Естественно, если у нас очень нагруженная операционная система, ну там, не знаю, опердень в банке, которые там делали 20 лет назад, понятно, что к нему напрямую доступ никто не даст. Если нам нужен для бизнеса действительно доступ в реальном времени к этим данным, тогда нужно какое-то промежуточное звено вводить, либо какие-то делать снапшоты, там некоторые базы данных позволяют это делать, либо делать репликацию в реальном времени такими неинтрузивными средствами, ну типа Golden Gate, есть такая штука, которая позволяет вычитывая в логе изменение базы данных, реплицировать те же изменения в другое место. Обычно так подключаются к этому. Если нет потребности в реальном обработке в реальном времени этих данных, совершенно прекрасно, точно так же их можно кэшировать с какой-то частотой, там раз в час, раз в день, и далее использовать на стороне платформы виртуализации. Спасибо. Так, следующий вопрос. Как решаются проблемы с большими объемами данных? Например, нужно объединить два больших набора данных из разных мест. Это вот именно сама идея, она была как бы в воздухе давно очень, когда я еще в Тородате начинал работать, спорили, зачем мы перемещаем данные семь раз, чтобы потом к ним получить доступ. Вот именно реализация этой идеи в этом и есть тот самый, не знаю, как наши английские друзья говорят, кавиарт, да, вот та изюминка. Под капотом работает мощнейший оптимизатор запросов, который позволяет выполнять запросы так, чтобы они выполнялись с наименьшим перемещением данных по сети. Варианты такие, например, у нас есть небольшая таблица клиентов Oracle и огромная таблица транзакций, которая в ходу прилежит. И нам нужно сделать джойн этих двух таблиц, объединить их. Ну, собственно, об этом и вопрос, я так понимаю. Если там у нас терабайты данных транзакционных, вот как это сделать? В первую очередь мы используем технологию пушдауна. Мы делаем пушдаун, мы делаем запрос именно в ходу в данном случае, который будет агрегировать данные по какому-то ключу и после этого мы только заберем агрегаты и их будем делать джойн с нашими с клиентами уже в памяти нашего сервера. Вторая опция можно в рантайме эту маленькую табличку скопировать внутрь ходу и вообще всю математику там сделать, только забрать результат. Возможно кэшировать какие-то предагрегированные данные на нашей стороне, если часто идут англические запросы вот этим транзакциям, дай мне продажи за неделю, продажи за месяц по такому-то разрезу, по такому разрезу. Мы можем заранее сделать такие предагрегаты по дням, например, и хранить их опять же в кэше на стороне платформы виртуализации и запросы потом агрегат по месяцу будет идти уже по агрегату по дню. То есть все возможные технологии оптимизации запросов мы применяем в данном случае насколько можно только ускорить производительность все это мы делаем. Отлично. Значит, несколько моментов. У вас очень просят дать ссылку на все слайды, если в этом есть возможность. Конечно, мы видим, да. В этом есть необходимость у наших пользователей. По вопросам, к сожалению, мы уже немного по таймингу не успеваем. Да, вы можете продолжить общение со слушателями в холле зала номер 8 за четвертым столом. Там вы можете поподробнее ответить на все интересующие вопросы. Что ж, Алексей, спасибо вам большое за ваш захват. Спасибо. Спасибо всем слушателям. Очень приятно было пообщаться. Встретимся на восьмом этаже.